Все были у нас по Новому Завету. Ну и батюшка, он не знаю, здесь на Умне, он вот рассказывал, что он идёт по дороге, благовествует, и зовёт в храм и говорит, вот если придёт она, исповедуется и вот даже попричащается. Я говорю, так как же она попричащается, если мы не знаем, ну то есть точнее вы не знаете, она вообще верующая, неверующая, крещённая, она не крещённая, зачем её к причастию допускать? Господь же сначала нам говорит, идите научите, нужно же научить всему, то есть чтобы она потом уже к причастию, он говорит, ну она же там готовилась, вычитывала, попастилась, ну то есть такое, не знаю, он услышал, нет? Я не слышал это, но это никуда не годится. Это православие такое, хоть кто, исповедуйся, причащайся, Христа нет никакого, Слова Божия нет, живут по-мерзки. А из Латонского говорит, отдам тело моё лучше на съедение псам, нежели недостойно причащающимся тела Христова. Я ему то же самое сказал, я говорю, вообще, как говорит Игнать Тихонович, что по-хорошему надо дверь на замок закрывать, и потом только, когда людей уже научишь, когда уверуют, пускать. А у нас же всех чаще исповедуйся, чаще причащайся. От этого что, вера будет? Вера от слышания? Отсюда многие больные немало умирает. Морги забиты, кладбище. Вот что они делают. Они убийцы в этом случае. Не слышат. Смотришь, и этот мам картинка, там, это Анкронштадтский, не знаю, он говорил. Нет, то же самое всё. Чаще исповедуйтесь и причащайтесь. И все подряд одно и то же говорят. Я сегодня... Такого нет нигде в Слове Божьем. Я, может, сегодня скину вам материал о благовестии. Как у православных делается, и неправославных. Сравнение. Кто-то выставил номер один моей, как бы, ну, из книг моих. И вот я сейчас их проверяю там и выставлю. Как небо и земля. Ну да. Так вот, вчера я примеры приводил, что нам надо... Я посмотрел ваши... Смотрю, сейчас занятия вы проводите во свете Библии. Или один, или с Игорем, братом Дугуновым. Вот. И... Ну, правильно, всё. Прям вот в точку. Мы же должны самое хорошее, самое нужное брать у тех же самых сектантов. Зерно истины. Посмотрите, как они благовестуют. Как они там говорят у мусульман, как они одеваются. То есть, почтение к родителям. Самое хорошее должны везде взять. А у нас, получается, сектантов гонят, вот они такие. А ничего от них не берут. А сами-то ничего не делают, получается. Благовестие-то какое? Православное. Мёртвое. Да. Увы мне, увы мне. Горе, как пророки взывали. В народе жаждет, а нету слова Божия слышать. Потому что сами православные в этом не нуждаются. Любой вопрос, всё надо решать. Только соединение с Богом. Что бы ни было. Вот считаешь, когда, говорят, за станом, когда были, это же 3-5 миллионов примерно было евреев в пустыне. И каждый должен брать с собой лопатку, когда выйдет, чтобы оправиться. И причина не та, что там будет зараза и прочее. Ибо среди вас ходит Господь. Вот всё, что. Причина-то какая. Теперь с женой обращается человек неразумно, там, бьёт, гоняет. Будьте благоразумны с жёнами, дабы не было препятствий в молитвах. Не потому, что она на тебя напишет и тебя арестует. Молитва, связь с Богом. Это на первом месте должно стоять. А у нас вообще про это люди не знают. Не слышат, закрыто. Да. А я говорю, слышно? Да, отлично. Ну, слава Богу, тогда. А я отхожу. Никого больше нет. Всё, спаси Христос. Аллилуйя. Благословите Господи. Угу.